Бои за Бахмут могут усилиться. Сюда направляются отведенные из Херсонской области российские войска. Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину. В Бухаресте прошел саммит НАТО, посвященный противодействию российскому вторжению в Украину, а также вопросам расширения Североатлантического альянса. Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение финансовой помощи Венгрии. Правительство Виктора Орбана обвиняют в коррупции и разбазаривании фондов ЕС. 11-й день чемпионата мира по футболу в Катаре. Франция и Польша выходят в плей-офф, несмотря на поражение. Мексика выбывает, несмотря на победу. Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются и могут только усилиться. Сюда, как сообщается, направляются отведенные с правого берега Днепра российские войска. С лета здесь нет воды и электричества, но оставшиеся жители отказываются уезжать. Владимир Зеленский прокомментировал предложенные Илоном Маском еще в октябре условия, на которые должен пойти Киев, чтобы положить конец войне. Среди них признание Крыма российским и проведение референдумов в аннексированных регионах под эгидой ООН. Я всегда говорил открыто, если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить. Тем временем телекоммуникационные инженеры пытаются сохранить линии связи открытыми, после того, как российские удары лишили их электричества. Они регулярно заправляют генераторы, чтобы обеспечить энергией вышки мобильной связи. Сейчас у нас в Украине действуют как веерные, так и аварийные отключения. Поэтому для бесперебойной работы станции у нас есть такие стационарные дизельные генераторы, которые мы используем для поддержания нашей сети. Вдали от войны первая леди Украины Елена Зеленская вместе с королем Карлом Третьим посетила Украинский католический собор святого семейства в изгнании в Лондоне. Вместе они открыли новый центр приема украинских беженцев. С начала войны британские семьи приняли у себя дома более 100 тысяч украинцев. Страны НАТО обещают взять на себя новые обязательства по поддержке Украины перед лицом российского вторжения. Соответствующие документы подписаны в ходе встречи министров иностранных дел в Бухаресте. Вопрос о вступлении Украины в альянс определен как долгосрочная цель. А сейчас НАТО намерено уделить первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны, а также защите и восстановлению энергетической инфраструктуры. Союзники ясно давали понять на протяжении всего заседания, что они готовы и дальше осуществлять поддержку передовой военной техникой, боеприпасами, топливом, всем тем, что нужно украинцам для самозащиты. Это срочная и на данный момент самая важная задача для союзников. Западные партнеры Киева обвиняют Москву в попытках подорвать доверие между странами с целью сократить объемы международной военной помощи Украине. В течение всей зимы и до тех пор, пока это будет необходимо для победы Украины, мы продолжим и расширим оказание силовой, гуманитарной и экономической поддержки Украине. Союзники и партнеры НАТО предоставили ей вооружение на 40 миллиардов долларов, и будет еще больше. Украина поблагодарила партнеров за помощь, но вновь подняла вопрос о предоставлении Киеву современных средств ПВО. Все просто. Дайте комплексы патриот как можно скорее, потому что это та система, которой нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное вооружение. На саммите НАТО также рассматривалось вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Турция заявила, что достигнут прогресс в вопросе ратификации соответствующего протокола. Но придется поработать еще, чтобы развеять все сомнения Анкары. Руководство Евросоюза решило приостановить предоставление Венгрии финансовой помощи из-за системного риска коррупции в этой стране и нецелевого расходования средств ЕС. Брюссель рекомендовал заморозить 7,5 миллиардов евро из фонда сплочения, предназначенное для Будапешта, и выделение ему 5 миллиардов 800 миллионов евро на восстановление после пандемии, до тех пор, пока не будут устранены названные недостатки и проведена судебная реформа. Еврокомиссар, отвечающий за бюджет ЕС, сказал, что продолжение финансирования Венгрии в полном объеме представляло бы угрозу для этого бюджета. Венгрия, к сожалению, не приняла мер по исправлению положения, поэтому мы не можем сказать, что выявленный нами риск исчез, отметил Яхан Асхан. Поэтому наше предложение о мерах защиты бюджета остается в силе. Фонды могут быть разморожены только при соблюдении 27 условий, среди которых усиление борьбы с коррупцией, обеспечение независимости судебной системы и соблюдение принципов правового государства. Несмотря на это, министр регионального развития Венгрии выразил уверенность, что такая договоренность будет выполнена, и его страна получит причитающиеся ей деньги. Я верю, что мы выполним оставшиеся из наших обязательств так же точно и тщательно, как мы это делали до сих пор, сказал Тибор Наврочич. Мы сможем убедить Европейскую комиссию и Совет, что приостанавливать наше финансирование больше не нужно. Депутат Европарламента от венгерской оппозиции приветствует решение Еврокомиссии и ожидает, что страны-члены ЕС вскоре его одобрят. За последние 10 лет в Венгрию пришли миллиарды евро, но здравоохранение и образование в худшем положении, чем 10 лет назад. Конкурентоспособность страны не повысилась, потому что все эти средства достались 3-4 олигархам, сказала Клара Добрев. Благодаря решению Еврокомиссии мы сможем остановить этот процесс. Утвердить это решение квалифицированным большинством могут до крайнего срока, 19 декабря, министр финансов ЕС. Их голосование будет рассчитано таким образом, чтобы не были заблокированы два других вопроса, по которым Венгрия противостоит остальным странам ЕС. Это выделение дополнительных средств Украине и сделка по глобальному корпоративному налогу. Лидер террористической группировки «Исламское государство убит в бою», сообщили представители этой джихадистской организации, захватившей в середине прошлого десятилетия большую часть Ирака и Сирии. Обстоятельства гибели боевика не уточняются. О нем мало что известно. Он называл себя Абу Хасан Аль-Хашиме Аль-Курачи. Был иракцем, ему было 42 года. Организация объявила о назначении нового так называемого халифа мусульман. О нем также мало что сообщается, кроме того, что его зовут Абу Аль-Хусейн Аль-Курачи. Считается, что имя Аль-Курачи относится к племени пророка Мухаммеда, потомком которого должен быть самопровозглашенный халиф. Террористическая группировка «Исламское государство» остается активной, хотя и сильно ослабленной в Сирии и в Ираке. Врачам впервые удалось замедлить развитие болезни Альцгеймера и доказать это. Потенциальный прорыв в медицине связывается с экспериментальным препаратом Ликанемаб. Клинические испытания подтвердили, что если начать его принимать на самых ранних стадиях заболевания, то можно отсрочить появление серьезных симптомов на 5 месяцев. Результаты испытаний показали, что Ликанемаб замедляет развитие заболевания, и это, как мы считаем, дает надежду пациентам, тем, кто заботится о них, и врачам. Это стимулирует дальнейшие исследования болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний. Компания-разработчик препарата заявляет об успешном прохождении трех этапов клинических испытаний. В Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера называют даже незначительное замедление развития болезни большим достижением. Мы все понимаем, что это не лекарство, и мы все пытаемся осознать, что означает возможность замедлить развитие болезни Альцгеймера, потому что мы видим такое впервые. Это не единственный научный проект, обещающий прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера. В прошлом году команды исследователей из нескольких стран анонсировали испытания вакцины, призванные замедлить выработку белка, способствующего слабоумию. Еще одна важная ночь чемпионата мира по футболу здесь, в Дохе. Франция выходит в плей-офф с первого места в группе «Д», несмотря на поражение Туниса со счетом 1-0 на стадионе «Эдюкейшн-Сити». Австралия обыграла Данию на стадионе «Аль-Януб». Этот матч был отмечен хорошим ударом Мэттью Леки, забившим гол в середине второго тайма. В результате «Сокерус» наконец вышли в плей-офф, впервые с 2006 года. В другом матче среды футболисты Аргентины одержали победу над сборной Польши 0-2 и вышли в плей-офф чемпионата мира. Голы забили МакАлистер и Альварес. Но и поляки выходят в плей-офф. Несмотря на поражение, они обошли по разнице забитых и пропущенных мячей Мексику, которая выбывает из борьбы, несмотря на победу над Саудовской Аравией 1-2. В воскресенье Роберт Ливандовский и компания сразятся с действующим чемпионом Франции, а Австралия сыграет с Аргентиной. Неферсити, Клеопатра, Тотенхамон. Музей Галуста Гюльбенкена в Лиссабоне предлагает фантастическое путешествие длиной в 5000 лет. На выставке «Фараоны-суперзвезды» можно увидеть более 250 экспонатов из величайших коллекций Европы, узнать реальные истории и легенды о правителях Древнего Египта. Здесь же выставлены письма из переписки египтолога Говарда Картера и коллекционера Галуста Гюльбенкена. Экспозиция приурочена к столетию открытия Картером в долине царей близ Луксора, гробницы Тотенхамона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова